Добрый день, уважаемые коллеги и друзья! Вас приветствует компания I Love Travel. Зовут меня Ирина Рак, я исполнительный директор компании и сегодня представляю визовый отдел. Сегодня мы хотели бы поднять тему о махимациях и аферах, жертвами которых, к сожалению, становятся наши клиенты, которые потом обращаются к нам за помощью. Мы сегодня приведем 4 примера. Два из них это по шенгенским визам, один по Великобритании и один по Соединенным Штатам Америки. Начнем мы с первого примера. Это было посольство Франции, куда обратился клиент за мультивизой. Вернее, он обратился не в само посольство, а обратился в компанию, которая занималась оформлением его визы. По истечению некоторого времени, якобы после рассмотрения документов, клиенту был возвращен паспорт с мультивизой на один год. Наш клиент был немножко осведомлен о самой процедуре рассмотрения документов и решил перепроверить, действительно ли у него виза вышла на один год. Как оказалось, документы действительно были в само посольстве, просматривались и клиент получил визу на 15 дней, краткосрочную. Что же сделали наши с вами коллеги? Получив его паспорт, они переклеили его визу, причем наклейка та, которая была оригинальной, она была содрана со страницы паспорта, перепечатана и количество дней с 15 увеличилось до 90. Если бы не внутреннее предчувствие самого клиента, то проблемы, которые были у него на границе, были весьма большими, и дело могло дойти до судебного разбирательства, в чем бы его обвинили, что он занимается подделкой документов. Второй случай по Шенгену, с которым мы буквально недавно столкнулись, клиент обратился к нам с паспортом, в котором стоял штамп об отказе. Но сам клиент не понимал о том, что у него действительно стоит этот штамп. В фирме, в которой он оформлял документы, ему объяснили, что его документы просто находились на рассмотрении. Что представляет собой штамп об отказе? Это прямоугольник, внизу которого находятся 4 латинские буквы ABCED. Если у вас в паспорте введена буква C в круг, это значит, что вы получили отказ. Нашему клиенту пришлось объяснить, что действительно он получил отказ в данном посольстве и должен узнать причину самого отказа. Причем, прошу обратить ваше внимание, компания, которая занималась оформлением документов, не вернула ему отказный лист, скорее всего, пытаясь снять с себя ответственность. Третий пример, который мы сегодня приводим, это посольство Великобритании. Клиент также обратился в одну из компаний для оформления туристической из-за Великобритании. По истечению трех недель после рассмотрения документов получил паспорт с отказом. Повторяется та же история. Клиент снова не получает отказной лист, а как вы знаете, посольство Великобритании всегда дает письменное объяснение, почему турист получил отказ. Наш клиент так этого листа и не увидел. Ему была объяснена такая причина отказа, что в связи с тем, что проходили теракты в Париже, сейчас очень многие люди получают отказы, и она, к сожалению, попала в их число. На данный момент наш клиент пытается все-таки забрать свой отказный лист и понять, в чем же истинная причина отказа. И четвертый пример, который мы сегодня с вами разберем, это посольство США. Как мы знаем, сейчас очень многие украинцы подают заявление на визу в посольство США и пытаются получить визу разными путями. Соответственно, в одной из компаний нашим клиентам было предложено оформить визу под категорию обучения. Подавалась семья, состоящая из папы, мамы и двух детей. Первоначально на собеседование пошел папа, который получил визу, улетел в Америку. Далее шла на собеседование мамы. По истечению определенного количества времени из посольства маме поступил звонок, что она должна прийти на повторное собеседование. На тот момент отец уже находился в Штатах, и наша клиент обратилась в компанию, где она оформляла документы, и спросила, действительно ли ей нужно идти на это собеседование. Там ей сказали, что нет, ни в коем случае это не является обязательным. После чего, естественно, она получила отказ в визе, а отец, который находился на этот момент в Штатах, получил депортацию. Что же нам делать, и как нам предупредить такие случаи, чтобы не попадаться на крючок в такие компании? В первую очередь, обращайте внимание на то, как вас консультирует менеджер. Знает ли он о сроках подачи, о процессе подачи, какие документы туда подаются. И обращайте внимание обязательно на стоимость. Потому что некоторые компании сейчас все-таки завышают цены, пытаются, грубо говоря, заработать на вас. И цена, например, на те же Штаты сейчас колеблется от 150 долларов до 1500 долларов. Поэтому все равно сравнивайте цены и рассматривайте разные варианты оформления виз. Это касается и Шенгена, и Великобритании, и Соединенных Штатов. Планируйте вашу поездку так, чтобы документы, которые вы можете подать, были максимально легальными и соответствовали вашей нынешней ситуации. В следующем сюжете мы покажем вам, как на данный момент посольство проверяет справки из банка и справки с работы. И вы сможете увидеть, как проверяется их подлинность и что может за собой повлечь то, если вы подадите неправдоподобные данные. А теперь переходим с вами к порталу iGov.ru. На этом сайте мы можем проверить в форме и справки, которая была выдана банком об остатке на счету, либо же выписке о движении на счету за последние 6 месяцев. Для этого нам необходимо с вами перейти в обкладку «Документы». Здесь выбрать то, что документы за кодом. После этого работаем со следующими полями. В первом ходе выбираем доводки выпуски надыми клиентами в движении центра. После этого нам предлагают выбрать оператора, то есть банк, который выдаст банку. В принципе, данная система работает с несколькими банками, и в них «Приватбанк», «Банк Михайловский», «Альфа-банк», «Платинум-банк», «Фидер-банк», «Банк Фидер-банк», «Мини-кредит-банк», «Альфа-банк», 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 «Альфа-банк». Например, ваш клиент брал справочку «Банк Михайловский». Выбираем этот банк. После этого в третьем поле вводим исходящий номер справки либо же код, который указан на цену справки. После этого автоматически система обоценит справку об остатке на счету либо же выпуска о движении на просчетах. Если же данного документа в системе не вводит, «Консульский отдел» подчтет вашу справку в отдельной и на основании этого может отказать вам выдачу. А теперь переходим с вами ко второму сайту, который видите, это сайт Министерства юстиции Украины. Он используется консульским отделом для проверки справок с места работы. Для этого мы переходим с вами в ссылку в «Боскоштовый запад». И можем с вами здесь найти предприятие, которое нас интересует. Например, мы с вами веществим юридичную особу. Здесь нам предлагается либо ввести полное наименование предприятия, либо же кофе-бер-по. К примеру, вы являетесь сотрудником Приватбанка. После этого нажимаем «Искать». Проходим с вами проверку, что мы не роботы. И далее система нам выдает данные о предприятии. Какие эти данные события? Приединить данные о полном наименовании данного предприятия, идентификационный код, местонахождение юридического лица. И также мы можем увидеть информацию, что данные предприятия не перебывают в процессе предприятия. Далее нажимаем кнопочку «Видание». И после этого мы можем более видально посмотреть реквизиты данной компании. А теперь самое интересное. В самом конце таблицы указаны телефоны, по которым консульский отдел может связаться и проверить, действительно ли вы являетесь сотрудником данной компании. Очень важно помнить о том, что именно эти телефоны используются для связи в консульском Великобритании. И чаще всего они занят полный рам, который указан в этом реестре. Поэтому если ваша компания зарегистрирована в реестре, убивитесь в том, что на справке указан номер телефона, по которому консульский отдел может связаться и по этому телефону подтвердят, что вы являетесь сотрудником данной компании. В другом же случае мы рекомендуем вам указывать на справке номер отдела кадров. В таком случае, если консульский отдел не сможет дозвониться по телефону, который указан в реестре, он все же с отделом кадров и подтверждает, что вы действительно на работе. с вами была Ирина Рак, туристическая компания I Love Travel. До новых встреч!